Итак, дорогие друзья, мы с вами вновь закрутил мяч, но даже не в девятку, а в девятку с плюсом, наверное. Соштрафнула Игоря Помощника, Алексей Монахов и Владимир Янютин, Валерий Шавейко, резервный арбитр, арбитр национальной категории, и Валерий Павлович Бутенко, арбитр международной категории, инспектор матча. Все вышеперечисленные москвичи. И для вас работают сегодня комментаторы Дмитрий Градиленко, Григорий Твалтвадзе. Динамовцы с мячом упустил мяч Вячеслав Свидерский за боковую. Валерий Газаев подошел к конкурсу, подсказывает судье о том, что нужно предупредить Свидерского за затяжку времени. Тяжку времени, да, и вот тут опять падение Олеча. Посмотрим этот момент. Баток тут, не знаю, ну, наверное, в Голеносток попал. Все-таки там был стык. Денис Попов. Более, еще один мощный футболист вышел на поле. Теперь их, можно сказать, четыре человека под 190. Штрафной. И вот еще один человек под 190. Роман Березовский разряжает обстановку. Кстати, Роман Березовский достаточно очень уверенно играл в первом тайме. Было несколько таких опасных навесов. Проткнули в Абратарскую. И он действовал очень уверенно. А сейчас Балтиев очень хорошо перекрыл Ролану Гусеву. Доступ к мячу. И тот мяч выкатился за пределы поля. Березовский, капитан московского «Динамо», ввел мяч в игру. Василий Березовский там пытался выиграть борьбу в воздухе. Его стараниями мяч остался у партнеров. Это Сергей Семак, который занял позицию, игравшего в первом тайме Андрея Саламатина. Теперь он будет отвечать, скорее всего, за левую бровку. А пару поличу составит Денис Попов. Шемберес вновь мы отмечали и в первом тайме. И сейчас есть смысл отметить. Очень здорово сыграл сейчас. Шемберес сегодня играет на... Вместе свободного защитника. Потому что все-таки в защите армии играют три футболиста. Ну, то есть два брата Березовских по краям, они в основном и отвечают. Можно сказать, не персонально, но отвечают за двух нападающих. И второй номер. Шемберес как раз им и помогает в этом. И очень неплохо это делал Дэвид Шемберес на протяжении всей игры. Посмотрим, как сложится у него во втором тайме. Динамовцы будут выполнять штрафной. Танасьевич бросает вперед Альберто. У Альберто было несколько неплохих возможностей в первом тайме. Но вот так же, как и сейчас, он делал неточные передачи на партнеров. Ролан Гусев пропустил мяч и Вицеолич на Дениса Попова. Семак. Апахтный. И Березовский на чеку. Ну вот и осмысленные комбинационные действия в исполнении армейцев мы с вами увидели. Березовский! Березовский! Красиво, красиво! Очень технично. Технично и красиво сыграл сейчас Ролан Гусев. Рахимич, Яновский. А мы с вами видим повтор момента, когда вовремя вышел из ворот Роман Березовский. Так как в первом тайме очень часто почему-то падают футболисты СССР в районе штрафной площади. Элвер Ракимич. Да, динамовцы не очень, я так предполагаю, будут спешить во втором тайме с выполнением всякого рода стандартов. С вводом мяча в игру и за боковой. Я представляю себе с какой радостью восприняли гол Руслана Балтиева, поклонники Санкт-Петербургского Зенита. Если сегодня армейцы уступят динамовцам, то у Зенита появляется реальный шанс, ну что называется, задышать в затылок армейцам. У Зенита сегодня игра с новороссийским черноморцем дома на стадионе Петровский. Так что... От этого матча, естественно, очень-очень многое зависит. Активность действует с руками и Гришин, и Ерошик, Гуся. Еще одна подача. Нет. Не получилось, она точной. Булыкин. Выиграл у него позицию и, соответственно, мяч Игорь Яновский. Семак, Олич. Оставляет под мяч Семаку, а там хорошо очень баток действовал. Булыкина держит руками Ракимич. Булыкин рвется вперед. Да, сейчас хорошо очень сыграл. И Акинфеев, смотрите, какая неудачная срезка. Сейчас очень здорово сыграл на подстраховке Алексей Березуцкий. Алексей Березуцкий бросил своего визави на левом фланге и подстраховал в центр. Устоял, устоял на ногах в этой ситуации Булыкин. Вот динамовский сектор. Нам показывают. Сегодня динамовцев, динамовских болельщиков намного меньше, чем армейских. Тут сегодня на стадионе Динамо сплошное красно-синее буйство. Имею ввиду красок, естественно. Семак налево Яновскому. Вусин. Семак. А вы знаете, там помешал, по-моему, Денис Попов. Сейчас Сергею Семаку. И угловой. Гусев подает. Ханек. Ханек был рядом с Денисом Поповым. Удар Семака. Невнимательно сейчас сыграли в обороне динамовцы. Оставили одного Сергея Семака в районе радиуса штрафной. И буквально, ну сколько, 16 метров он делал поворотом. Никто ему не мешал. Попадил он в створ. Было бы очень тяжело Роману Березовскому среагировать. Потому что такое было стопотворение, такое штрафной. Вот сейчас мы посмотрим как раз момент. То есть мяч мог вылететь отовсюду, так сказать. Попов выиграл борьбу за воздух, но никаких дивидендов это ему не принесло. А мяч вновь у армейцев. Так, Кенфеев играет на Шембероса. Василий Березуцкий вновь Шемберос. Алексей Березуцкий. И Семак. Да, действительно, Семак сейчас занял позицию Андрея Соломатина. Ушел полностью на левый фланг. Гусев. Ерошик. Василий Березуцкий. И Гришин. Хорошая возможность для контратаки слева. По левой броске Шембероса набирает скорость. Успевает, успевает Ракимич. И здорово сыграл Ракимич в этой ситуации. А у динамовцев лежит там Свидерский. И вновь защитник получает какое-то повреждение. Посмотрите. Да, от Свидерского мяч ушел. Это без сомнения. Неудачник тоже приземлился. Такое ощущение, что головой ударился о газон. Дотянулся все-таки до мяча Элвер Ракимич. Посмотрите. И после касания мячом Ракимича, мяч угодил в ногу Свидерскому. Защитников-то, по-моему, и нет уже. Коваленко. Да, Коваленко. Ставец Александр Коваленко. Да, Паскаль Минди ушел с поля. Вынужден был уйти с поля Ивида к Братичу. И что, вновь замена? Да что за напасть такая сегодня на команду Виктора Прокопенко. Как не падение, так травма с выбыванием. Вячеслав Свидетский тоже держится за плечо. Так же, как и Паскаль Минди. Из-за этого он был удален. Не удален, простите. Прошла замена в первом тайме. Да, скорее всего, выйдет Александр Коваленко. Это Альберта, которого в первом тайме мы не видели. Видели, но не с лучшей стороны. Дятель. Акинфееву точно в руки. Увидел, увидел. Ролан Гусев слева Сергея Симака, но не получил с него передача. Хорошая была возможность. Да, там большущий, большущий был коридор перед Сергеем Симаком. Василий Березуцкий. Уходит от двоих динамовцев и делает передачу на Гусева. Дятель включается в борьбу. Балки, в прошлом прощении, включается в борьбу. Чисто забирает мяч. Булыкин. Хорошо на Гришина. И требуется помощь Гришину. Альберто. Нет. Все-таки точный пас сделал Гришин, но Альберто не справился с этой передачей. Но атака динамовцев продолжает. Луценко удар и попадает в Булыкина. Вновь Луценко. Булыкин. Немного узко играет динамовцев. С правой стороны никого нет. Никто не поддерживает атаку. И вот уже Балтик в середину. Рьется в штрафную. Проходит двух. Но, как всегда, на месте Шемберс. Начинает атаку уже армейцев. Да, Шемберс, наверное, лучше сегодня в составе ЦСКА. По крайней мере, подчищает все огрехи противния. Господи, партнеров. Да, но нужно уже делать замену, потому что такие дыры образуются. Вот Роман Березовский как раз это и делает. Демонстративно выбивает мяч за боковую линию. И Александр Коваленко вступает в игру. Да, вместо Вячеслава Свидерского. Ну, это хоть край Коваленко. Это Роман Березовский показывает, что мяч не в порядке. Молодец, Иржи Ерошик. И молодец, Ролан Гусев. Принцип фэр-плей в исполнении армейцев. Дэвида Шемберс у мяча. Бусев. Березуцкий. Олеч. Нарушают правила против Олеча. А сейчас Бусев тут по обыкновению своему, как это часто бывает. Вот давайте посмотрим этот момент. Да, вот нарушили правила. И посмотрите, что делает Гусев. Желтая карточка Балтиева. Допросился, что называется. Так он. О Балтиеве. Гиноский пытался сбросить мяч на дальнюю штангу, но по мячу не попал. И же Ерошик слева. Подает Ерошик. Как обычно, Попов на троге. Валентин Иванов показывает, что Попов нарушал правила. Мне сначала... Давайте посмотрим, что он будет. Вот Попов вообще-то держал руками Ханека. Ханек бил перед ним. Он занял правильную позицию. Да. Поэтому никак не мог Ханек держать его. Будет хорошо видно. Да-да, я отпустил руки. Придержал, потянул на себя и отпустил руки. Да, страсти накаляются на поле. Потихонечку так. А еще играть полчаса. Получен выигрывает. Меховой мяч. Хотите мешать правил. Против Алексея Березуцкого. Игорь Акинфеев будет вводить мяч в игру. Отправляет всех своих партнеров вперед. Яновский там ведет борьбу за мяч. Ярошек. Хорошо. И Ярошек сбрасывает мяч Гусеву. Гусев с мячом. Да, наверное, правильно сейчас сделал Ролан Гусев, что искал партнеров, потому что двое динамовцев были перед ним. И сложно было Ролану нанести точный удар поворотом. Игорь Акинфеев будет вводить мяч в игру. Игорь Акинфеев. Игорь Акинфеев. Игорь Акинфеев. Очень опасно сейчас. Грубую ошибку сейчас допустил Бабок. Олич. Игорь Акинфеев. Вот против этой ситуации, наверное, ни у кого в отношении не войти. Без красивых падений. Нарушение правил совершенно очевидное. Давайте еще раз посмотрим. Здесь грубая ошибка, конечно, Бабока. Красиво, но прямо на Гусево. И вот вынос мяча смотрим. Раз. И не увидели мы момент нарушения. Как раз момент нарушения был следующим. Да. Не, ну то, что здесь был пенальти, абсолютно не вызывает никаких сомнений. Олич. Удар. Сочный. Один-один. Очередной гол забивает Ивица. Олич это шестой по счету. А вот что сейчас динамовцы пытаются выяснить у Валентина Иванова, честно говоря, не знаю. Финальти был стопроцентным. И сразу, по-моему, Юрия Солайнденса выпускает, бросает в бой Валерий Газаев. Как говорят, развел. Разбросал по углам, да? Разбросал по углам. Вратаря и мяч. 62-я минута явится. Олич. Шестой мяч в сезоне. Один-один. Все сначала. Все с нуля. Танасьевич. Это Коваленко, прошу прощения. Альберто борется с двумя. Против него нарушают правила. И готовится замена. Это 23-й номер Денис Евсиков. Меняет Алексея Березуцкого. Да, если бы не вынужден был Виктор Прокопенко после трех травм производить замены, то, наверное, он бы сейчас попытался выпустить на поле вместо не очень активного и не очень эффективно действующего Альберта Корчагина. Вот Альберта впервые, по-моему, оказался впереди всех и ближе всех к галкиперу. Да, Корчагин бы сейчас здесь помог. У футболистов в обороне армейцев возникают такие пространства, которые должен заполнять быстрые нападающие, которые как раз-таки Корчагин. Балтика вместе с футболом, вместе со страной. Ну вот, с другой стороны, я думаю, что появление Дениса Евсикова тоже не зря сейчас было на поле. Валерий Газаев не зря его выпустил, потому что, наверное, тоже почувствовал, что моментами Алексей Березуцкий то ли подустал, но вот ошибки стал допускать. И за боковой Вот как раз Денис Евсиков Рахимич высокую такую передачу делает на Дениса Попова И Коваленко Очень легко Высок отобрал мой мяч И за боковой Гришин Не с того места были армейцы Двину мяча за боковой не с того места, поэтому Гусев еще раз И вновь брал Ангусев Горич против него трое Ну и закончилось это тем, что мяч попал к Танасьевичу Передача на Де Солзу, на Альберто Аут Булыкин Скинул мяч Радуслан Паток Сложно против играть Олеча Очень резкий, быстрый футболист И очередное нарушение Это Танасьевич на этот раз Это боковой арбитр Помог главному Зафиксировал это нарушение правил Ну что, сегодня не очень хорошая передача Тает Ролан Гусев Посмотрим, что будет на этот раз Может рискнет пробить ближний угол? Нет, с этой позиции очень сложно Удача И Дмитрий Булыкин Булыкин, который раз возвращается На помощь своим защитникам И вот может получиться Быстрый отверт Динамовцы Дядя Направо на Балтиева Нет, это был Луценко, прошу прощения Немножечко заковырялся там Евгений Луценко А здесь уже нарушал правила против Дениса Ексикова А Булыкин вот эти 50 метров Как нож сквозь масло Прошел сквозь защитников Полузащитников, армейцев Но Луценко не поддержал эту хорошую Хорошее начинание Нет, там Акинфеев спокойно заберет мяч в руки И все вперед, все вперед Показывает Игорь Акинфеев и Дэвид Эсшендерас Коваленко Его была передача на Альберто Гришин Остановил мяч на самой кромке Вновь Коваленко Нарушает правила Денис Попов И Балтиев у мяча Балтиев просто показывает судье Говорит, а мне за это дали желтую карточку Вот так медленно-медленно Попов пятится назад На газоне оказался сейчас армеец Это был Олич Против него нарушил правила Михаил Ханек Яновский Семак Попов будет падать, нет? Нет Передача на Олича И неточным получился удар сейчас у Хорвата Вот повтор смело пошел Семак На трех футболистов Динамо Попов сделал все правильно Что опять кто-то из Динамо получил повреждение Да, это второй номер Коваленко, кажется, лежит в дозоне Да, Александр Коваленко и тоже держится за... Нет, не за плечо Вообще, вы знаете, Дмитрий Вот не знаю, насколько верно мое утверждение Но отход во второй эшелон атаки Сергея Семака Намного выглядит продуктивнее Для наступательных действий ЦСКА По крайней мере, угроза вот с левого фланга Она стала гораздо более осмысленной В действиях армейцев И Семак с его очень хорошими передачами Действительно часто выводит своих партнеров На очень неплохие позиции Да, я полностью согласен Он так же активен, как в первом тайме Но играет намного острее Усев Все в порядке с Александром Коваленко Вот он сейчас выбивает мяч За боковую Да, армейцы сейчас имеют преимущество Это несомненно Забитый гол добавил, конечно, им Куража И вот хороший момент сейчас Хархимич Что-то напился Уверх, Хархимич Мне так показалось, что можно было Что-нибудь сделать Там и Олеч выскальпировал И Попов готов был Вот давайте посмотрим еще раз этот момент Вот мяч отскальпировал к Хархимичу Он не дошел до мяча И поэтому мяч полетел в высоту На двородке Он и не видел, собственно Он не смотрел налево Он смотрел только Да, был настроен на удар Тянуться ему пришлось немного за мячом Хорошо там играет Василий Березуцкий в воздухе Якин Феев Без проблем забирает мяч в руки Столкновение было сейчас в воздухе Досталось там и Вице Олечу Булыкин Будет выполнять штрафной Нет, это будет дядя выполнять штрафной А Дмитрий Булыкин заработал этот штрафной Да, не хватает Дмитрия Булыкина, конечно, партнера Хорошего партнера по нападению Мы видим с вами сейчас процент владения мячом У армейцев Он составил 52% на этот момент Гришин Пытался внешней стороной стопы Отправить мяч в дальний угол Но, к сожалению, для динамовских болельщиков У него это не получилось Два мяча забил он в этом сезоне Да, вот хорошо было видно Как он левой ногой Внешней стороной стопы Пытался подрезать его вдали Подрезать его вдали, да Как некогда выполнял этот Хитроумный удар Валерий Васильевич Лобановский Сухой лист, так называемый Потихонечку динамовцы приходят в себя Отодвигают игру от своих ворот Олеч Хороший Олеч, конечно Здорово, здорово действует армейская девятка Ну и Радослав Батак, вы знаете Очень мне нравится в сегодняшнем матче Гришин уйдет от Березовского От Березуцкого Ну вот теперь И я заразился этой болезнью Называть Березовского Березуцким Наверное, единственный раз Сегодня ошибает Игорь Акинфеев При вводе мяча и вообще Ну в голе-то пропущенном Никоим образом нельзя Игоря было винить Настолько получился удар у Руслана Балтиева Сверхточный и сверхсильный Да, ведь вот приблизительно Ведь с этой позиции Только в противоположные ворота Бил в первом тайме Ролан Гусев У которого тоже удар получился точным Но вот как раз силы и не хватило Для того, чтобы Не дать возможности Роману Березовскому Сделать шаг и в прыжке Накрыть мяч в нижнем углу Но там еще была высота удобнее Да, конечно, конечно Силы как раз и не хватило Мяч спланировал И мне кажется сейчас Спартак Гогниев готовится Выйти в составе В составе Армейцев Юрис Лайзенс Также здесь внизу Ну вы этого не видите, дорогие друзья Я тут смотрю просто из нашей комментаторской Кабибины Подошли армейцы к Валерию Газаеву Будут переодеваться или нет Сейчас посмотрим Альбертос, центр на Гулыкино Дятел Но там очень много армейцев И армейцы нарушают правила Это Василий Березуцкий Зацепил Зацепил Андрея Дятеля Смотрим Вот здесь, да И вновь позиция для Руслана Балтиева Балтика Вместе с футболом Вместе со страной Вот здесь два варианта, конечно, есть Здесь и удобно очень бить с левой ноги Как раз-таки Радослав Батак Здесь тоже у мяча Интересно, что придумают динамо Как всегда Пять человек Стенки У армейцев Акимфеев Весит внимание Батак Удар Нет, на месте Акимфеев И очень быстро вводит мяч На Симака Реактивный Сергей Симак Ребется по левому флангу Но здесь Успел Не менее реактивный Руслан Балтиев Успел потраховать своих Полузащитников Потому что центральный Полузащитник Он, в общем-то, выполняет Такую роль Лидера Как бы в защите Вот как раз мы видим с вами Разминающегося Спартака Гогниева Юрис Лайзен Стоит рядом с ним А у Батака Который сейчас вынес мяч От своей штрафной Ближе к центральному кругу Все-таки, по-моему, не получился Удар Знаете, такое впечатление было Как будто он газон ковырнул Перед ударом Шемберс сейчас получит желтую карточку Зафиксировал опасную игру Валентин Иванов Но карточка была получена, скорее всего, за откидку Ну что, всего лишь шесть карточек в этом сезоне у Дэвида со Шемберса Не так много Мы знаем, что он очень много получает предупреждений И вот, пожалуйста, не обязательно желтая карточка 78-я минута закончилась Началась 79-я, дорогие друзья Этого очень интересного Очень напряженного матча Матча на стадионе Динамо На стадионе в Петровском парке Где армейцы сегодня на Динамовском стадионе Играют с московскими динамовцами Рахимич с мячом Подача! И, по-моему, это Йован Танасьевич там взвился в воздух И получает сейчас благодарность от своего голкипера и капитана От Романа Березовского, да, Танасьевич Прекрадил Прекрадил И этот мяч, то Ивицеволич расстреливал бы Березовского Здесь мы не видим он так Мы увидели только момент падения Ивицеволича От досады скорее Имеют армейцы преимущество по угловым Но Роман Березовский, посмотрите, как точно и быстро выбросил мяч Начал свою атаку Ну что, увидим мы бразильскую технику Мы увидели неплохую передачу бразильца на дятеля И вот Шемберес А у Шемберес сегодня Еще раз повторюсь, на мой взгляд, лучший игрок в составе ЦСКА Да, очень внимательно сейчас сыграл он в отборе Третий угловой у ворот армейцев Руслан Балтиев Опять его будет подавать Всего лишь четыре футболиста, белых футболков штрафной Но достаточно опасная была подача И там Батак, по-моему, пытался ее завершить Подачу перехватить Коваленко Батак часто, очень часто приходит при выполнении угловых Приходит в штрафную Спокойно сегодня, очень спокойно и уверенно судит матч Валентина Иванов Все возможные какие-то взрывы Но вот сейчас, сейчас, сейчас надо вмешаться Пока тут Иванов объяснялся с одной группой Тут что-то не поделили Яновский и Альберто Как раз борьба здесь была Да, Сергей Семак выставил руку вперед Да, локоть очень опасный Ну и напоролся, кстати говоря, на локоть Да Первым нарушал правила Сергей Семак Вот как раз сейчас и пытается объяснить, наверное, Сергей Семак Валентину Иванову Кто виноват, а тот, в свою очередь, объясняет то же самое Барис Семак-Кусев А так незаметно время уже Приедет к концу 82-я минута заканчивается Не очень удачная была поддача Валентину Иванову Семак Пошел вперед капитан армейцев Проскочил мимо мяча сейчас Ильца Олевич А что здесь показывает, показывает Валентин Иванов Что было нарушение правил И Семак сейчас получит желтую карточку Вот в момент этой быстрой атаки пропустили мы Факт нарушения правил Сейчас посмотрим Здесь, возможно, тоже может быть красный Так, нет, желтая Игра была уже На другом участке поля И что-то здесь Не подъели опять Луценко с Семаком И вот тоже необязательная желтая карточка Сергей Семак Четвертый в этом сезоне То есть следующий матч Тоже не менее принципиальный Стартаков Сергей пропустит Это, конечно, большая потеря для армейцев Нервы, нервы Близость золота это называется Здорово, Сергей стрелял сейчас Между двух отдал направо Ерошек Мяч стоит в лаве Руками, руками сыграл сейчас Гришин Олич Ерошек И на угловую отправляет мяч Виталий Гришин 84-я минута встречи 1-1 Голы Руслана Балкиева И Ивицы Олича На 40-й и 62-й минутах матча Сделали вот таким результат Чем ближе концовка Тем выше напряжение Гусев подача И вновь Булыкин приходит на помощь своим партнерам Евсиков Богатырский удар Есть такая поговорка у футболистов Типичный удар защитника Когда защитник разряжает обстановку Да Вот для регби это был бы удар Самый девятый Самый, да Прямо как раз на Верхний створ буквы Н Булыкин Нарушал правила Дэвида Сушемберсу Оставил мяч Василий Березунский Получил сейчас передачу от своего партнера Непонятно Непонятно куда сейчас давал передачу А сейчас Булыкин получит желтую Да, накаляются страсти Накаляются потихонечку Но этого следовало ожидать Откровенно говоря От такого матча Действительно матч Который очень много Означает И для той И для другой команды И Дмитрий Булыкин Тоже получает Четвертую карточку Ну вот посмотрите Ну в центре поля игра Ну да, грубо сыграл Дмитрий Не нужно, не нужно было это Ничего ради вот это нарушение Не нужно это совершенно Срыв от Дакили Или Я не знаю Голевой пас был сейчас Вот по бразильским битвам То, что вы просили В исполнении Альберта Но вновь технически К сожалению, со знаками минус Баток Здорово играет вверху Да, армейцы спешат Очень хотят победить Они знают, что Их ждет еще очень тяжелые игры Да, но что-что со Спартаком Прогулки не будет Это однозначно Сатанасьевич Дерушек Чистое преимущество Армейцев Вернул, вернулся Сатанасьевич назад Успел И здорово там сыграл Евгений Луценко Андрей Дятиль Смячок Перед ним огромный коридор Свободное пространство Левый Гришин Набирает скорость Неужели не увидит Дятиль? Ошибается Дятиль Обратите внимание Теперь уже армейцы Несутся в атаку Пять на четыре Выходят армейцы Что придумает Сергей Семак Восемь Подачи не получается Коваленко внимательен И вновь Коваленко Хорошо Удачно подставляет ногу Вот такой бы футбол Смотреть на протяжении 90 минут Но мы с вами уже Неоднократно Дмитрий говорили Что вот С нашими футболистами Происходят какие-то Удивительные метаморфозы В конце матча Когда они вдруг Просыпаются Начинают Такое быстрое движение Не хаотичное Нет А очень быстрое Умное движение И комбинации проходят И скорость есть И удары поворотом Прекрасные Но нет бы действительно На протяжении всей игры 90 слева Пойдется ведь до 40 минуты встречи Но не то чтобы действовали Не очень активно Все больше ждали Наверное Ошибку Ошибку соперника Да Может быть все Дело и в том Что Конец матча Усталость физическая То есть умственная Не то что умственная Но Голова Психологическая Голова не такая свежая И вроде бы ты думаешь Но многие уже не бегут И поэтому Из-за того что Футболисты устают У них теряется концентрация И поэтому Возникают такие Опасные моменты В конце матча Опять опасный штрафной Рован Гусев И вновь неудачный На мой взгляд Гусев выполняет Этот штрафной Это не день Гусева Да Булыкин Вот ответ Березуцкого Булыкину Но не в такой Грубой форме На желтую карточку Не кинуло Это нарушение Коваленко Подставит Партнером Что не нужно Разыгрывать Я лучше сделаю Длинную передачу Подальше от своих ворот В надежде на то Что Дмитрий Булыкин Выиграет Эту верховую дуэль Но мяч там и не дошел До Булыкина Попок назад На Гусева И хорошая передача Была задумана Сейчас Роланом Гусевым Но В который раз В который раз На этот раз По-моему Это Хадек Защитники Динамовцев Прерывают Атаку армейцев Олич На технику Бил Олич И видели бы вы сейчас Валерия Газаева Который Вышел По По Особенно По привычке Как это бывает Как правило К Бровке И так пахнул Руками Двумя Досады Вон Ну как же так Ну все понятно Ну где же точность Да Альбертов Альбертов Сегодня Я сейчас Неправильно Сыграет Сейчас два нападающих Боролся Дмитрий Булыкин Альберто Должен был быть В том месте Куда Сбрасывался Сбрасывался Мяч Да Очень близко Сыграл он К Булыкину Поэтому Дмитрий Ты выиграл Эту верховую Передачу Но Мяч К Альберту Не дошел Против Альберто Сейчас были нарушены Правила И вновь Александр Капаленко Мяча Да Судя по действиям Динамов Капаленко Мяча их устраивает Кто получает Желтую карточку Рахимич Да За скидку Мяча Десятая Желтая карточка В этом сезоне У Эры Рахимича Да Дважды Он уже пропускал Матчи чемпионата Три минуты Добавил Валентин Иванов Три минуты Вот уже пошла Первая минута Компенсированного времени Евсиков Гришин Генальд Альберто В центральном кругу Гусик 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 Потеряли мяч армейцы И Александр Капаленко До Балтиева Балтиев в центральном круге Останавливается Смотрит где партнеры Увидел Дятеля Можно попытаться обыграть Один в один Не получается Взять и пошел Поперек поле Альберто Ну что Входи в штрафную Нет Решил из-за пределов Штрафной Наносить удар Досталось там Денису Ексикову И капитан армейцев Повел своих партнеров Вперед Дошел до Евгения Луценко Тот нарушил правила И быстрой атаки Не получилось У ЦСКА Олич на подхвате Яновский Расстрял Гусик Остается мяч в игре Рахимич Удар Потрясающе Вот таких комбинаций Мы точно с вами не видели Дорогие друзья В исполнении армейцев В первом тайме Прекрасно сейчас Сыграл Игусев И переводил мяч Рахимич Умно Подкручивал мяч Туда На дальний угол У Розарской И Игорь Яновский Ну все Казалось бы Сделал правильно Сыграло Стойко За Агинамовцев Березуцкий Агинамыны Игорь Яновский Продолжение следует...